Итак, у нас четвертая лекция, и сегодня мы планируем пройти тему, которую если бы вы писали, вы бы ее, наверное, уже знали. Когда-то ее проходили вообще в начальной школе, это тема алгебрологии. У нас на нее отведено всего лишь одно занятие, то есть мы так обзорно знакомимся с тем, что такое математическая логика. Как-то не сложилось ее в курсах физтеха, в математике. Ну вот обзорно, халтурно я бы сказал, как дилетант я вам постараюсь ее рассказывать. Итак, для начала, базовые вещи из истории алгебрологики, точнее не алгебрологики, а в принципе логика под другим названием, она называлась аналитика и диалектика. Появилась в Гревней Греции, в трудах, в частности, Аристотеля. Аристотель тщательно проработал формальную логику, как метод рассуждений, как метод анализа рассуждений. Соответственно, дальнейшее развитие логики в истории произошло через арабоязычных философов, потом вернулось в Европу средневековую. В 14 веке Средневековый Европа расцвет логики формальной в Европе, то есть там, причем это не без участия католических монастырей было. Там были целые школы схоластов, которые буквально там, вы за мусульман, вы за христиан, вам Коран, вы неделю изучаете, потом диспут. Потом меняемся ролями, то есть вот такая формальная, языковые всякие софизмы. Но математизация всего этого, потом с 14 века такой упадок развития логики и 19 век снова возрождение, расцвет. Ну и там, конечно, сложности некоторые начались, потому что был расцвет и такой подъем. Вот сейчас мы на языке логики опишем всю науку, всю математику. А потом, собственно, закончилось это трудами Гёделя теоремой о неполноте. После чего как-то эти все кружки, Вертран Рассел и все прочие как-то отошли от этой аналитической философии. Вот оказалось, что логика, она не подходит вот общую теорию мышления. Потом эта тема поднималась в московском логическом кружке, ее специально реинкарнировали, обсуждали. И еще в московском методологическом кружке, вот, и Щедровицкий, один из основателей московского логического кружка, высказался то, что да, формальная логика, в принципе, конечно, хороша, но она не подходит под, скажем так, ее претензии на общее теорию мышления несостоятельно. Ну, аргументацию приводить не буду. То есть вот там середина 20 века, там конец 20 века, еще раз прорабатывали эту тему. То есть в качестве общей теории всего логика не подходит. Понятно? Вот. Тем не менее, очень важно то, что логика дала возможность четко двигать рассуждения в научном методе познания. То есть в математике для доказательств. Два, естественно, научных областях, да, тоже для того, чтобы формулировать эти высказывания. И очень важным является уверенность в логике в том, что атомарные высказывания, простейшие высказывания, или истинные, или ложные. Ну, и в принципе, любое высказывание, или истинные, или ложные, если высказывание формализует. Вот. Соответственно, первое, это у нас существуют высказывания атомарные. Атомарные и составные. И надо понимать, что к атомарным высказываниям относятся такие, как, ну, например, львы относятся к семейству кошачьих. Ну, львы-кошачьих, да. Это составляет предмет изучения биологии, то есть какой-то другой науки, но для облики это атомарное высказывание, мы можем обозначить его некоторой луковкой, а равно львы-кошачьих. И это утверждение, будучи или истинным, или ложным, дальше участвует в построении составных высказываний. Так, пример еще какого-то атомарного высказывания. Ну, давайте на языке теории, там, математики напишем, да. 1 плюс 1 равно 1. Мы можем обсуждать истинное высказывание львов. Ну, как вы считаете, это истинное высказывание? Конечно. А? Конечно, нет. Может быть, по всякому. Ну, отлично. Вот основные высказывания, они, соответственно, каким-то образом формулируются. Ну, например, а и б. Так, ну, вот, пожалуй, составное высказывание. Львы-кошачьи и 1 плюс 1 равно 1. Там, соответственно, вопрос вот такой. Если одно истинное, а другое ложно, что будет с составным высказыванием? В этом случае используются различные логические функции и операторы. Вот. Можно показать, что все логические функции можно свести к 3, а в принципе даже к 1 логической операции. Ну, мы будем к 3 сводить. Вот, собственно, это и или и не. Да? Ну, вот такие базовые вещи, которые есть в наших языках. Да? А или б. И не это унарная операция, у нее арность 1. Она к одному оператору, собственно, не а. Вот. Это, конечно, неполная система операторов. Можно построить другие. Я сейчас управляю. Значит, еще один момент, который надо зафиксировать. Это обозначение истинной лжи. Я сразу обозначу 0 как ложь, чтобы коротко записывать а1 как истинную. Так удобнее. Так удобнее. Почему? Оно так. Во многих языках программирования, если вы будете переменную этого типа, называется в честь английского логика Джорджа Булева. Соответственно, переменные называются Бул, да, или Гуля в разных языках. Ну, и, собственно, семейство логик называется там Булева-Алгека. Да? Булева-Алгека. Ну, в частном случае Булева-Алгека проявляется математическая логика, которую я выявил. Алгеба логики классическая, в которой только 0 и 1 и других возможных значений, да, у высказывания быть не может. То есть, высказывание, если высказывание истинно, то я буду записать А равно 1. Понимаете, да? Высказывание ложно, А равно 1. Если я говорю, что А равно В, это значит, что эти высказывания, что? Или одновременно истинно, или одновременно ложно. Ну, кстати, про обозначение этих операций, про обозначение этих операций, как их еще можно записать? Давайте я выпишу их вертикально и запишу, значит, не, и, или, и дальше. Какая еще есть операция? Это импликация, ну, из самых базовых. Импликация, то есть следствие от турецкого имплайна. Подразумевать. Импликация и эквиваленция. Пока достаточно. Эквиваленция. Соответственно, для не обозначения в формальной логике, собственно, Джордж Куль первый попытался использовать математические символы для того, чтобы описывать логические высказывания состава. Ну и вот, правда, символы формировались. Там в конечном счете, по-моему, Пиано ввел самую удобную систему символов, но они существуют разные. Вот мы с вами парочку этих систем посмотрим. Но в формальной логике используются вот такие. Не А, как приставка. А, И, Б. Вот таким значком. Легко запомнить. Этот значок напоминает, что пересечение множества. Ну и на самом деле относятся к нему достаточно прямо. Правда, надо понимать, что пересечение множества это множество. А здесь А и Б это переменные, которые принадлежат некоторому множеству. Ну давайте я вам в честь булера зову Б. Булева. Булева множества, в которых... Можно я поставить вот сюда? И чуть-чуть поговорить вот отсюда. Хорошо. Которым два значения, собственно. 0 и 1. Вот. Так, ну что еще скажем про булеву алгебру? Писать надо. Давайте вы пока поговорите про булеву алгебру. Про булеву алгебру. Про булеву алгебру. Про имплекат. А давайте я вам приведу вот какие примеры. Давайте разберемся в таблицах истинности. Мне сейчас нужно будет писать таблицы истинности этих операторов базы. Мне очень нравится приводить такие примеры про Бабу-Ягу. Баба-Яга умная и красивая. Да, соответственно, высказывание Баба-Яга сам же умная. Синие штуки. Убери, пожалуйста, уши вот эти вот, да, вниз, а то они людям в голову приезжают, да, там, смешные синие уши. Вот, короче говоря, вернемся. Баба-Яга умная и Баба-Яга красивая. Понятно, да, что высказывание ложно. Да, а если я говорю Баба-Яга умная или Баба-Яга красивая, это высказывание истины. Вот, возникает интересный вопрос о следствии, да, если Баба-Яга умная, да, значит Баба-Яга красивая. А если я вот это вот анализирую, это лод, как-то, последствия, да, как? Было высказывание истинное, а следствие ложное. Значит, мое рассуждение каково? Ложное. Мое рассуждение, естественно, ложное, да, потому что очень важно, чтобы от истинной предпосылки, или от истинной, как ее еще называют, посылки, следовал истинный вывод. Импликация является основой для построения правильных логических рассуждений. То есть, в принципе, научное познание, оно состоит в чем? Мы берем какие-то, например, математические формулировки, теоремы. Мы берем некий базовый высказок, да. Сейчас я там намолю немножко. Еще можно? Еще, 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 еще. Терпим. Короче говоря, значит, есть основные утверждения, да, базовые. Аксиомы. Из этих аксиом мы делаем какие-то умозаключения, выводы, да, используем там 2-3 аксиомы, строим какую-то теорему. Понятно, да? Так вот, если сами умозаключения наши построены правильно, если мы молодцы, то должна быть гарантия того, что выводы истинные. Правильно? Возникает вопрос, а если предпосылка ложная? Если там ложь вначале. То я рассуждаю и что? Да, я к каким выводам должен прийти? Ложная предпосылка, ложный вывод, да? Камера не смотрите, можно на педагогу смотреть. Ребята, чем вы будете послушней, тем быстрее мы от них чемпаем. Еще раз, смотрите, предпосылка ложная. 2 плюс 2 равно 5. След, давайте замножим на 2. Я должен это писать, но я озвучу. 4 плюс 4 равно 10. Ложная посылка, ложный вывод. Я молодец. Хорошо, да? Еще раз. 2 плюс 2 равно 5. Ложная посылка. Следствие. 5 равно 2 плюс 2. Все нормально, да? Дальше еще немножко следствие, да? Берем два этих подсказывания. По транзитивности что-то равно чему-то, это равно тому-то. 2 плюс 2 равно 2 плюс 2. Ну, 2 плюс 2 равно 5, 5 равно 2 плюс 2, 2 плюс 2 равно 2 плюс 2. Ну, вы же понимаете, что рассуждаю это правильно, да? Да. Значит, получается, что из ложной предпосылки можно получить как ложный, так и истинный вывод. Это означает прискорбную вещь. Если мы в систему аксиом допускаем хотя бы одну ложную аксиому, хотя бы одну, то у нас в этой системе, которая развивается на основе этих аксиом, да? Так вот, в этой системе допускается хотя бы одна ложная, давайте я тебе приведу и все, да? Что у меня могут получиться истинные выводы вполне, понимаете? Какой нормальный? То есть здесь гарантированный, а здесь вот может какой-то из этих выводов оказаться ложным. То есть мы строим двор, и у нас что-то развивается. Вот, понимаете? Вот, что фишка. Поэтому, этим часто пользуются секта. Они говорят так, ну смотрите, не знаю, да, еще раз, тут множество при множестве истинных выводов, которые с вашей системой аксиом вполне себе согласуются. Не знаю, зубы чистить хорошо, написано в методичке Рона Хаббарда, саентология, да? Надо чистить зубы каждый день, там, не знаю, надо уважительно относиться к старшим, да? Рон Хаббард истинный пророк. Ну, между прочим, кистейки очень патки, в этом смысле как раз на саентологии, потому что там не пахнет религией. То есть ощущение такое, что это вполне себе такое некоторое надмышление такое. На самом деле, вред северка было страшно, про инопланетянах и прочее. Короче, мысль в чем? У многих людей возникает вот, что им показывают истинные выводы, говорят, смотрите, сколько истинных выводов из этой посылки. Да? Сколько истинных выводов? И говорят, ну, смотрите, раз сколько истинных выводов из этой посылки, значит, она истинна. Понимаете? Истинность выводов не значит истинности посылок. Какая из этого следует логика? Что за истинность от системы всем надо биться. За нее надо биться. То есть вам очень важно не допускать в эту систему каких-то заведомо ложных высказываний. Эта система должна быть как минимум непротиворечива. Ваша языковая игра, ваша система понятий должна реально соответствовать, не знаю, миру. Да? И вот какие-то выводы, они должны быть нормальными. Если вы только замечаете, где это ложный вывод, что делают философы? Как говорят, спор философов, это чаще всего разговор о терминах. То есть они для того, чтобы, собственно, встретили противоречие. Ну-ка, ну-ка, и спортивный интерес. Дай-ка докопаемся, а где же, собственно, наше противоречие? Понимаете? Или, как это называется, геометрия Лобачевского, да? Что он сделал? Он говорит, так, вот у меня ощущение, что одна из аксиом, ну, где, его давайте вот тут. Одна из аксиом Евплида о том, что через прямую, через точку можно провести только одну прямую параллельную данность, да? Что вот эта аксиома лишняя? Говорит, дай-ка я ее докажу как теорему. А как? Ну, не получается доказать ее как теорему. Он говорит, ну, давайте попробуем так. А я возьму, от противного докажу. Между прочим, метод противного тоже является результатом применения формальной логики, математики, да? Доказательство от противного есть соответствующий закон о логике логики. Вот. Но он говорит, давайте сейчас попробуем ввести заведомо ложную туда. И обнаружить, в тябре, ложные выводы. Ну, противоречие где-то найти. Так что можно доказать и то, и обратно, и получится противоречие. А оказалось, что эта языковая игра, геометрия Лобачевского, она вполне себе не противоречивая. Понимаете? И да, и даже есть конкретный образ, это геометрия на гиперболоиде. Да? Бесконечное количество параллельных прямых можно провести через точку параллельных данных. Вот. Но смысл в том, что да, языковые игры могут быть разными, как минимум они должны быть не противоречивыми. Если вы встречаете какую-то проблемную ситуацию, да, нужно докопаться и, может быть, перевернуть начисто свою систему ценностей заново. Ради того, чтобы она как-то была адекватной. Вот. Значит, что я хочу сказать? С этим мы разобрались. Надо быстрее написать эти законы, собственно, на... Давайте систему обозначений закончим. Итак, А и Б. А или Б. А следовательно, Б. А эквивалент на Б. А эквивалент на Б. Есть еще варианты обозначений. Собственно, я хотел бы использовать для таблиц истинности именно эти правы. Давайте мы с вами таблиц истинности. Получится. Сейчас мы напишем таблиц истинности на средней доске. Значит, мы сделаем... Давайте мы сейчас еще... Олег, давайте снимем. Олег. Олег. Ну, Олег. Такой случается раз в 70 лет, можно и потерпеть. А кто эти люди? Выпускники фистеха. Я готов поспорить, что через лекси что-нибудь такое случится. А через 30 лет будет летать квадрокоптер? Да, будет. А будьте добры, можно... Вот сейчас, пожалуйста... Вот рая, 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 рая. А, хорошо. Видно. Говори. Хорошо, говорю. Трудно говорить по заказу, да? Вы можете спросить, у нас еще чуть-чуть и рейка смерть стали. Сейчас мы, к сожалению, не помешаем. Ну, не знаю, мне трудно, мусно рассказывать законы алгебрологики, если честно. Ну, давайте я вам, не знаю, расскажу. Есть такая вещь, как закон двойного отрицания. Отрицание, отрицание, есть подождение. Минус на минус. А? Минус на минус. Да, это называется инволюция. Инволюция оператора не. То есть, как для минуса, да. По этому поводу есть анекдот. Я расскажу вам анекдот. На лекции по лингвистике профессор ходит, вот так, как я вокруг доски, и рассказывает. В некоторых языках двойное отрицание означает отрицание, а в других языках двойное отрицание означает утверждение. Но нет ни одного языка в мире, в котором двойное утверждение обозначало бы отрицание. Ну да, конечно. Да, на той лекции, которая была в четверг, то же самое. Сказали, да. Ну да, конечно. Ну вот, собственно, это один из законов. Сейчас я вам буду выписывать другие. Давайте с вами... Можно приступать, да? Еще секундочку. Стоим. Вон, секунду. Так, что вы уже показали? А, давайте я вам немножко расскажу про историю МФТИ, кстати. Давай. Я когда-то был экскурсоводом в музее истории МФТИ. На первом курсе меня поразило, собственно, посещение этого музея. И я целый семестр ходил, каждую неделю учился. А потом, собственно, сам вел несколько лет экскурсии для очередных первокурсников. Я не знаю, как сейчас активно ли это движение, вот, нас таких было три человека, которые там участвовали в этом активно. Вот, музей находился в этом здании, на третьем этаже, и только потом, там, два года он не работал, потом он переехал в свое текущее состояние. А где он? А где он? Я вот туда приглашаю. Сходите на экскурсию, пообщайтесь туда. Я не знаю, когда вот сейчас работает, но обязательно познакомьтесь с ней, вот, и сходите, узнайте. Вот. Физтех является таким недавно достаточно возникшим вузом, в то же время он сразу был сильным. Его планировали как отдельный университет. Один из его создателей, Петр Леонидович Капица, или Капица, он был не в числе первых, он подключился к этой идее уже во время войны. Первая статья о Физтехе была в 1938 году. Нужна высшая политехническая школа. Первая полоса газеты «Правда». Но до войны не успели создать, и вот во время войны, после того, как прогремело, собственно, два взрыва на Хиросиме и Нагасаки, как-то высшее руководство страны засуетилось и сказал, что как-то да, надо. И вот Петр Леонидович Капица подключился к этому, имея некоторый запас авторитета, потому что, вы говорили, вы не делали очередные научные проекты, связанные с оборонкой. Он сумел защитить и обосновать проекты нашей школы. И надо сказать, что система Физтех, она стоит, как вы знаете, вы не знаете. На том, где так она стоит, так называют. Это преподаватели-совместители, то есть те, кто реально работает в науке, и при этом преподаватели. И второе. Это собеседование, отбор не только по знаниям, а по потенциалу творческому, чтобы не только много знаний было, да, а именно какой-то творческий потенциал. И третье. Это базовые институты. Петр Леонидович Капица, будучи очень сильным ученым, и в области низких температур, за которых получил Нобелевскую премию, и в принципе экспериментальной физики, сверхвысокий магнитный поля и так далее. Он сказал так, невозможно привести все самое современное оборудование в университет, место, где учат студенты. Самое современное оборудование, оно все время меняется с годами. Оно находится где? В том месте, где занимаются наукой. Там, в научное исследование, в институтах, на базе. Понимаете? Соответственно, что нужно сделать? Нужно студента привезти на базу. Иначе должен университет находиться недалеко от ЛИИ ГКБ, место конструкторских бюро, конкретно ЛИИ. Куда студенты будут ездить? Почему долгопрудные? А? Почему долгопрудные? Почему долгопрудные? Поскольку Петр Леонидович довольно большое время прожил в Англии, его, можно сказать, откуда вернули, чуть ли не насильно. Его не выпустили из Советского Союза после очередного приезда к маме. Сказали, вот вам институт. Есть институт, не помню, как он называется, институт физики, там где-то на юге Москвы примерно, научно-технических, в котором его поставили директором. Делайте науку тут у нас. Вот он институт, вот вам все. А физтех он здесь по образу кампуса. То есть это вот, как бы Кембридж. То есть это именно кампус, где отдельно от Москвы, от Сепи-Святых, некий, так называемый, мужской монастырь, в котором дети посвящаются для науки. Так, ну что же, слава Богу, мы можем с вами продолжить. Поехали. Обозначение, которое мне больше нравится, я не могу сказать, кто точнее видел. У меня была паркалка по помощи. А и В. Это логическое умножение. А или В. Это логическое сложение. Здесь ничего нового. Да, да, да. А с А, эквиваленция В, можно записывать в таблице А равно В. Это тоже и есть эквиваленция. Если А это логическое умножение, пожалуйста, вот и эквиваленция. Вот в этой форме я буду записывать таблицы истинности. Итак. Таблицы истинности базовых логических коопераций. Соответственно, они записаны следующим образом. У А и В. Вот, вот, на решающем пуле, у множества, там у них два значения, что это реально. Это же замечательно. То есть, можно просто перебором обозначить, что значит такая-то операция. Ну, вот, собственно, вот с вами заключается. А, В. А и В. Давайте умножение не писать, а говорить слово один. А и В. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Как видите, я по последовательности двоечной системы счисления. То есть, как будто бы это в верхних поясах А и В. Здесь не зря назвали логическим умножением, строго соответствуют умножению. 0 умножить на 1 это 1. Ой, прошу, 0, 0. Только 1 умножить на 1 это у нас 1. Следующая операция это А или В. А, В. А плюс В. А или В. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ложь или истина 1. Истина или ложь 1. Истина или истина. Вот тут возникает вопрос. А что истина или истина? Давайте что-нибудь конкретное на русском языке спробулируем. Например, я встретился с вальси или я встретился с пивом. А я если оба пришли... Внимание, а я утверждаю, я встречусь с Васей или с Митей, а пришли оба. Ну это верно. А? Верно. Но вы же стрессились. Дело в том, что если я, скажется, я встретился с Машей или с Леной, а вдруг пришли обе, это уже не та ситуация. В том, что когда истину оба, вы скажете, например, я лектор по информатике, давайте, я лектор по информатике, и я пишу таблицу истинности для них. Понятно, так как-то вот несуразно. Обычно, когда люди что-то утверждают, они в этом случае говорят или. То есть он утверждает неповременно истинность оба. А вот оказалось, что вы истинный. В этом случае строгая формализация требует или, исключающего или. Или, я еще употребляю это слово или, как раз исключающему смысле. Или исключающая или, или не исключающая. Понятно? То есть строгая формализация. Так вот, это или не исключающая. Или, короче говоря, один плюс один равно один. Возвращаемся к высказыванию вопроса его истинности. А в какой, в каком языке мы об этом говорим? Вы понимаете? Истинность одного и того же утверждения в разных системах может быть очень разной. Вариант верный – это арифметика, да, классическая арифметика. В ней оно должное. В алгебре логики оно истинное. Понимаете? Там высказывание «Бог есть». В системе логики православной веры, например, это истинное высказывание. В системе атеизма – ложное высказывание. Вопрос только в том, они, естественно, эти две системы, они не могут быть совмещены в чистом виде, да? То есть вопрос, какая они к жизни относятся. Но в этом смысле вы должны всегда думать, а в каком языке это написано, высказывание. Понимаете? Вот оно, пишет. Итак, с этим разобрались. С импликацией. Я это буду говорить, я их формализую. А, следовательно, «Б». Ложь – ложь, ложь – истина, истина – ложь, истина – истина. Итак, поехали. Из истины следует истина – истина. Из истины следует ложь – это ложное. Поймите, когда я говорю о истинности импликации, я говорю о истинности рассуждения самому по себе как такового. Мы съедим с вами перемену, у нас это очень много времени заняло. Поэтому, вы меня простите, придется довольно быстро сейчас рассказывать. С концентрироваться. Из лжи может следовать что угодно, при этом я молодец. Понятно? То есть сама импликация как таковая, она истина. Вот поэтому тут идиничка истина. Так, что осталось? Осталась эквиваленция из динамных, ну, отрицание там понятно, из нуля идиничка, из идинички ноль, да? А, Б, А, эквивалент на Б. Очевидно, что у нас эквивалентные являются ноль и ноль и один и один, а ноль и один – не эквивалентные. Соответственно, утверждение о том, что они равны друг другу, является ложью. То есть сама, ноль равно один равно нулю, понятно? А, ноль равно нулю, само по себе, а равно единичке. Понимаете? То есть я вот так записываю и опротверждаю о том, что оно. Между прочим, когда я записываю какое-то высказывание, это что означает? Что я автоматически утверждаю истины. Потому что чисто формально я мог бы записать х больше нуля. Ну, я пишу какое-то атомарное высказывание для логики, да? На алгебряно понятное. Ну, давайте, 5 больше нуля. Так вот, а я могу записать, а, о, 5 больше нуля равно 1. Это истина. Да? А 5 больше нуля равно 1 – это истина. Я не то, что буду ждать, а это истина. Понимаете, да? Если у меня уже есть переменная Булевского типа, давайте я на питоне напишу, b равно 5 больше нуля, так можно, кстати. Потому что это арифметикологическое высказывание, простейший предикат, который вычисляется и означает Булевская истина или ложь, true или false. То мне не надо писать if b равно равно true, понимаете? Не надо писать if b. Потому что если его вот так вот напишешь, то я исправлю вашу программу, знаете, так? Ну, а почему вы не написали «равно-равно true»? Что? Ну, можно продолжать. Да? Это я все равно не знаю. Если связан не ищется, а вам в этом смысле должно быть истина. Да? Или тогда проиграть. Так, ладно. Давайте с вами запишем... Какое-то я еще не написал. А, вариантов вот этого вот. Вариантов вот этого вот. Это, собственно, исключающая пиля. А, B, A, плюсик кружочки B. Называется еще, исключающая пиля, еще называется сложение по модулю 2. Или, короче говоря, один плюс один, оно должно было бы быть равно 2, но я беру его по модулю 2. очевидно, что оно равно 0, да? Остаток пределения 2 на 2 – это 0. Ясно? Вот если я все результаты беру по модулю 2, то у меня получается, что как раз ровненько оно и есть сложение по модулю 2. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. А теперь последнее. Давайте сделаем отрицание вот этого... построим такую функцию, как A не равно B. A антиэквивалентно B. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Очевидно, что A не равно B истинно. Ровно там, где A равно B ложечку. Значит, у меня что получается? 0, 1, 1, 0. Вы что, не замечаете? Две абсолютно одинаковые таблетки. Или, короче говоря, сложение по модуру 2, он же, исключающий или, он же, собственно, ксор, мы сюда должны записать, исключающий или, он имеет обозначение, между прочим, и в формальной ротике, это или с точечкой, а или в этой системе обозначение плюс кружочек. Понятно? В языках программирования часто пишется слово, как раз, ксор. Да, да, еще, иногда к нему применяется такой же шоксом, кто называется, неожиданно, вот такой. Почему вот в языке C++ используется вот такое, хотя бы и для И. Ну, потому что, наверное, вот такого значка на клавиатуре нет. Вот там используется для бисовок, ксор, вот такой шокс. Так, еще кто-то снимает, что ли? Да. Скрытая шаперка. Ну, ладно, продолжаем. Вам нужно в доскательных досок. Значит, двигаемся дальше, поехали. Законы алгетолога. Законы алгетолога. Ну, понятное дело, что есть очень простые законы, такие, ну, например, истинное, прошу прощения, истинное или ложное высказывание. Если я это умножаю на ноль, то это равно. Смотрим на таблицу истинное, все равно равно нулю. Если я высказывание домножаю на единичку, то оно равно а. Если я высказывание прибавляю на ноль, то оно равно а. А если я прибавляю к ноль на единичку, то истиннее, чем истина, быть привязанным. Понятно, да? Это просто взаимодействие с константом. А теперь давайте с вами пройдемся по простейшим законам. Да. Простые. Простые законы. Я знаю, что есть другая классификация в Википедии, но я вот так вот вам ее дам. Можно вопрос еще последнего? Либо а, либо истинное. Получается истинно? Если а истинно, то 1 плюс 1 равно 1. Если а нужно, то 0 плюс 1, это 1. Потому что уже есть истина, и истиннее, чем истина, быть нельзя. Между прочим, вот в этой форме, вот в этой форме, язык программирования часто использует так называемое ленивое вычисление. Что это значит? Что если первое высказывание оказалось в случае, и в истинном, в этом случае, второе уже можно не вычислять. В этом случае оно написано не очень-то, не экономно. Экономнее будет, если у меня окажется первое высказывание истинным, а второе, когда не надо вычислять. Понимаете? Да. То есть в этом случае второе высказывание не вычисляется. Компилятор или интернет? Да. Вот языки систи плюс нюшки в питоне ленивые вычисления. И та же самая ситуация с нулем. Если первое высказывание оказалось нулем в ситуации или, то второй даже не будет шок. Какая разница? Не буду вычислять. Вы учтите, если это функция вычисления в языке программирования, если она что-то печатает на клавиатуре, она что-то делает, вы рассчитываете, что она обязательно будет вызвана? Нет, она может оказаться не вызванной. Из-за ленивых вычислений. Так, ладно, поехали. Простые законы алгебрологии. Ну, во-первых, давайте... Называется идемпотентость, как он называется. То есть, короче говоря, когда у нас действия на самого себя. А умножить на А равно А. А плюс А равно А. Ясно? Законы. А умножить на дне А. Ну, доказать очень просто, чему-то равно. Если А истинно, то получается 1 умножить на 0. Если А умножить на 0, то получается 0 умножить на 1. Итого, в любом случае, у меня получается 0. Или это называется третья вишня. То есть, высказывание либо идти, либо лошадь. Да, иного третьего не дано. А плюс не А. В этом случае у меня та же ситуация, только у меня сложение. Поэтому, в любом случае, получается 1 плюс 0, это 1. Я к простым отношу еще один закон. Точнее, два закона. Это законы поглощения. Законы поглощения. Они, на самом деле, конечно, нетривиальны. А плюс А умноженное на Б равно А. И А умножить на А плюс Б равно А. Сейчас без обоснований. Без обоснований. Путисов недостаточно. Могу доказать. Если А умноженное, то 0 плюс 0 умножить на что угодно, это 0. Если А истинно, то единичка плюс умножить. Не важно, что там. Должны. Понятно? Это заказывается точно так же. Просто проверка. Теперь давайте с вами законы, собственно, свойства логических операций. Или то, что составляет основу булевой алгебры. Давайте так и назовем. Свойства логических операций. Свойства логических операций. Итак, я не буду писать слова, я говорю, не тут слух. Первое – это ассоциативность. То есть А или Б или С, выполняемое в этом порядке. А значит, при любых значениях истинности одного или другого или третьего, это еще авалентно А или Б или С. Или, короче говоря, ситуации с И или скобки можно не писать. Кстати, с импликацией – это не по качеству. Ситуации с и скобки, там реально важно, чтобы вы понимали, что это не всегда. Однако с И это тоже работает. С И это тоже работает и тоже можно скобки не писать. Вот, кстати, у вас много алгебр разных будет написать. А вот, собственно, теории ну, насколько я понимаю, у вас в факультете не будет. Вот подробности про то, что такое алгебры. Разве что, может, у нас стоп-процессы, если они у вас где-то, ну, может быть, трезинченко вас просветит, а может быть, и нет. Поэтому теорию думал, чтобы вам где-нибудь вот хватучить, немножко понять, что это такое. Дом, рядом с ним, рядом с ним. Иди, пошли. Я могу плавать, конечно. Давайте. Слышишь, снимешь? Давайте снимем. Поднимайся. Это дистрибутивно. Это дистрибутивно. Это великое. Логично, понятно. Как притяжуется дистрибутивно. Дистрибутивно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА